Привет всем! В данном видео речь пойдет о легендарных покемонов. Вся информация о том, что они добавлены в игру, что их можно поймать. Все это чистой воды развод. И это видео тому доказательство. Автор данного видео показывает, как делает ролики. Он использует программку Blender. Это свободный профессиональный пакет для создания 3D графики, включающий в себя средства моделирования, анимации, постобработки и монтажа видео с озвучкой, а также для создания интерактивных игр. В настоящее время пользуется наибольшей популярностью среди бесплатных 3D редакторов. С помощью программки OutDays он записывает и обрабатывает звуки Дита и других легендарных покемонов. И они у него получаются, как не кстати, на ура! Также он пользуется фотошопом для образования. обработки изображения и показывает, как можно превратить покемона Видла в Дита. В описании под видео он написал, что решил подшутить над другом и посмотреть на его реакцию. И она ему понравилась, и он решил залить это в интернет. Некоторые пользователи говорили, что он взломал Нинтендо, на что он отвечал, что не умеет даже программировать в Пайтон. Также он показывает, как работает над Зартос. Картинку берет в интернете и накладывает анимацию в том же блендере. Картинку берет в интернете и накладывает анимацию в том же блендере. Рассказывал, как было очень сложно сделать анимацию к нему, но результат того стоил. По-моему, получилось все просто супер и главное так правдоподобно. Помимо фотошопа он использует программку Jim, средство для работы с изображениями. В ней он добивается достижения идеальной палитры для максимального эффекта реалистичности в игре. Продолжение следует... Далее по шамане в системных файлах NOX с помощью командной строки он задает некоторые значения и замену ID. И после все это обрабатывает в программе ADEPPREM PRO. Что конкретно он делает, я так и не понял. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее оформляет фон, вносит последние штрихи, подсматривая анимацию у SPIROW. Далее оформляет фон, вносит последние штрихи, подсматривая анимацию у SPIROW. После он переходит к созданию Мьюту, также уделяя внимание всем мелочам. Далее оформляет фон. Проделана очень огромная работа. За это ему от меня огромный респект и уважуха. У меня на этом все Ставьте большие пальцы вверх Подписывайтесь на канал Всем удачи, пока